19 июня около 20 часов вечера оператор отдела видеомониторинга управления МВД России по городу Казани, находясь на дежурстве, выявила преступление. По камерам видеонаблюдения она заметила, как четверо, взяв плотный круг молодого человека, что-то у него требует. В руках у одного из них предмет, похожий на нож. Для предотвращения преступления и задержания подозреваемых сотрудник дежурной части сразу же ориентировала экипажа патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. Отрабав территорию, нами были замечены молодые люди, которые в суете пытались убежать. По словам 21-го летнего жителя Казани, молодые люди, угрожая предметом, похожим на нож, отобрали у него сотовый телефон, деньги и пригрозили физической расправы в случае обращения в полицию. Заявитель данных граждан опознал, указал то, что действительно это были, они нападали, под угрозой ножа отняли у него сотовый телефон. За что задержано? Разбор. Что совершили? Ничего такого. Ничего такого? Ну, расскажите. Я не хочу рассказать. В парке тысячелетия, что вы делали? Мы сгуляли. С кем? С друзьями. Сколько у вас человек-то было? Четверо. И дальше что? Дальше возмунику зашли, я там не могу человек. Не могу сказать ничего, просто убежал с друзьями и задержали. То есть в парке тысячелетия никому не подходили? Нет, никому не подходили. А друзья-то говорят наоборот? Не знаю. Друзья говорят, ну что ошибка. Ну вас просто задержали, что ли, в парке? Да. Ничего не делали? Делали, да. Ну? Это случилось. Что? Делали, поэтому задержали. Ну что делали? Ну, телефон отображал. У кого? У одного молодого человека. При них были обнаружены похищенные у потерпевшего вещи и предполагаемое орудие преступления, предмет, похожий на нож. В настоящее время устанавливается причастность молодых людей и к другому преступлению. 29 мая, также в парке тысячелетия, около 10 часов вечера действия по аналогичной схеме, неизвестный открытый похитили у 21-летнего казанца сотовый телефон. Стоимостью 7 тысяч рублей и денежные средства в размере 350 рублей. Средства мобильной связи, принадлежащие потерпевшему, в настоящее время обнаружены и изъяты у задержанных. Молодой человек опознал в них своих обидчиков. Сейчас устанавливается причастность и степень вины каждого из подозреваемых к совершенным преступлениям. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой совершенной группой лиц». Всех, кто пострадал от действий данных молодых лиц или обладает какой-либо информацией по данному делу, сотрудники Управления МВД России по городу Казани просят обращаться по телефону 02 или 291-27-01. Дежурную часть отдела полиции «Вишневский». Продолжение следует...